Когда меня спрашивают, какое у меня самое любимое место в Череповце, я отвечаю – Соборная горка, набережная Шексны, парк культуры и отдыха. Но более всего мне дорого это место – Комсомольский парк, кинотеатр «Комсомолец», за которым находился наш дом, в одной из высоток проживала наша семья. По ступенькам кинотеатра «Комсомолец», наверное, поднимался каждый настоящий череповчанин. Все знают, что находится за дверью кинотеатра – это два зала – красный и зеленый. Кинотеатр построен по типовому проекту известного архитектора Ивана Владиславовича Жолтовского. Проект типовой, и такие же кинотеатры есть в Омске, есть в Москве. Но у череповецкого комсомольца есть своя изюминка – это потолочная роспись, как в настоящем храме, только это храм культуры. Удивительные люстры, которые затухают перед началом каждого сеанса. Признаюсь откровенно, меня всегда влекло заглянуть в аудиторию, откуда показывали нам кино. В чем искусство кинопоказа? И мне удалось это узнать. Моя одна из первых профессий – это руководитель клуба и киномеханик в одном лице. Думаю, что и моя тяга к журналистике, я проработал на телевидении почти два десятка лет, возникла здесь. Многие помнят, перед каждым киносеансом показывали документальную кинохронику о событиях в стране и в мире. Сегодня комсомолец носит новое название – Дом музыки и кино. При этом он остается одним из главных украшений нашего города. И, кстати, в этом году кинотеатру 60 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Дом музыки и кинотеатру 60 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Дом музыки и кинотеатру 60 лет. Субтитры создавал DimaTorzok